Однажды в период застоя, отказа, молодого человека вызвали в отдел кадров и человек в штатском начинает его спрашивать, почему вам не нравится советская власть. Он говорит, кто вам сказал? Вы хотите уехать в Израиль? Кто? Я? Да ни в коем случае! Да как вы могли такое подумать? Да кто вам такое сказал? Не отказывайтесь, у нас есть совершенно точное сведение, что вы начали изучать иврит. Ах и это, это легко объяснить. Знаете, я узнал, что в небесах там все разговаривают на иврите. Вот и решил подготовиться. Да? Такой праведник нашелся. Может вы вообще в ад попадете? В ад? Ну, русский-то я уже знаю. Вы знаете, дело в том, что язык это не просто смена терминов, которые по-другому звучат. Язык это целая философия. Язык это образ мыслей. Например, я читал, что санскрит это язык, который совершенно не приспособлен для того, чтобы перевести на него благою весть. Греческое и еврейское мышление подходит к одному и тому же объекту в разных плоскостях. Вспомните уроки черчения в средней школе. Например, вот эту бутылку видно, что она бутылка в профиль. А снизу не совсем сразу угадаешь, что это бутылка. Вот, например, эта чашка тоже снизу. Это тоже сосуд. И тоже снизу круглая. Ну, снизу, с нижним профилем не совсем видно, что это чашка. Но если посмотреть ее в профиль, то могут открыться разные сюрпризы. Что еще? Знаете что? За моей спиной стоит книга. Это хорошая книга. Я вам скажу... Ну, я вам назову автора. Ее написал Августин. И вы тоже со мной согласитесь, что она хорошая книга. Но читать вы ее не будете. Знаете почему? Давайте посмотрим на нее. Сверху. Понимаете? Классик – это тот, кого хвалят, не читая. Ну, вот вы знаете почему. Потому что толстые люди этого боятся. Хотя книга хорошая. Как книга. Но другой аспект, другой ракурс сразу дает другое ощущение. Так и при смене языков не все слова, они имеют разный вкус, разный оттенок. Тем более, когда духовные слова. Греческие и еврейские, они приходят как разные разрезы, разные ракурсы. Давайте поговорим о таком слове, как слово. Я читаю Иоанна 1 главу. С 1 стиха. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Скорее всего, вы знакомы со словами Логос и Рема, которые здесь написаны. Это Логос. И вы знакомы с этими словами, и как они соотносятся друг с другом. Логос – это общее знание, полное знание, как план. А Рема – это конкретное знание, обращенное для конкретного человека в конкретную ситуацию, как какой-то пункт плана, который, да, вы можете пойти, реализовать, и оно реализовывается лично для вас. А да, слово Логос, оно больше как план, и в этом месте его тоже можно перевести как план. В начале был план, и план был у Бога, и план был Богом. План был в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. У Бога все по плану. В иврите есть два слова, которые можно перевести как слово. Есть слово «довар», и есть слово «мила». Но эти слова, они оценивают, отображают вот это понятие, слово, совсем с другого профиля. Если вы знаете еврей, то слово «мила», оно ассоциируется, ну, вы сразу помните, «брит-мила». «Брит» – это завет, «мила» – это обрезание. «Муэль» – это человек, который делает обрезание. Тогда какая связь между обрезанием, резанием и словом? Давайте подумаем, как мы говорим. Сначала вы свободно дышите. Потом это дыхание как-то ограничивается через голосовые связки, язык, нёба, зубы, губы. На каждом этапе оно обрезается. Ваше дыхание обрезается, и в результате выходит слово «то, что слышат остальные люди». Этот аспект слова «мила». Да, в русском языке есть похожее звучащее слово «молвить». «Сказал, как отрезал». И как это действует на практике? Допустим, вы захотели построить дом. Сначала вы приходите в горсовет, и вам предлагают какой-либо участок земли. И вы начинаете выбирать или ближе к морю, или к центру города. Думаете, думаете. И когда вы выбираете какой-то конкретный участок, тогда все остальные участки исключаются. Происходит ограничение. Дальше, после того, как вы выбрали участок, он уже ваш, вы приглашаете архитектора. Архитектор приходит и начинает вас расспрашивать, что вы хотите. Кстати, сколько этажей? И тут, когда вы скажете слово, допустим, «три», вы отсекаете все возможности постройки дома на два этажа, все возможности постройки дома на пять этажей. Вы получите именно то, что сказали. Происходит еще одно ограничение. Затем приходит подрядчик. И тоже начинаются ограничения. Ваша мечта, она чем ближе к реальности, тем больше она ограничивается. Приходит подрядчик, и вы решаете вопросы. Какая там будет плитка, какая будет сантехника, какие будут двери, какая будет проводка. Да, или вчера за пять, или сегодня за три. Но все это ограничивается. В конце концов, когда оно прошло ряд ограничений, строитель сделал свою работу, хорошо или плохо, вы это получили. Все выборы позади, вы получили результат. Все это проходит ваша идея, общая идея построить дом. Оно прошло ряд ограничений, и вы получили результат. Так слово стало плотью. Божественное дыхание, божественное дыхание проходит свободно и проходит несколько ограничений. Во-первых, Бог решил, что его единородный сын окажется на планете Земля. И все возможности, что он родится где-нибудь в другой галактике, в Млечный Путь, они отпадают. И вся астрономия подключается и подсоединяется, влияет, влияема от этого решения, что он появится именно в Земле. Потом Бог решил, что он появится именно в Первый век. И вся история человека, человечества, она подсоединяется под то, что это произойдет именно в Первом веке. Он появится именно человеком. И вся биология подстраивается, вся биология, вся анатомия подстраивается под то решение, что Бог выбрал стать человеком. Затем Бог решил, что Ишуа появится именно в Иудее И вся политика подстраивается именно под то, что Бог решил, что Мессия появится только в Иудее Он решил, что Мессия появится именно в Бейтлехиме И поэтому вся география подстраивается под то решение, что Ишуа появится именно в Вифлееме Итак, божественная идея, опускаясь вниз, проходит через эти все ограничения Итак, слово стало плотью, Бог послал своего Сына в подобие плоти нашей человеческой Если вы услышали от меня что-то странное, не понимайте, не спешите менять свое мнение Ни у кого нет монополии на истину, меняйте свое мнение, не спеша Будьте благословенны Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов Чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции Уверен, что это помогает вам, у вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью И лучшие люди работают над ним Это стоит нам денег Я не очень люблю просить Но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны И вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите То при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита Давать вам видеть большее количество учений И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас Мы создали такую возможность Если вы нажмете вот на эту кнопку Donate Пожертвовать и войдете в нее То там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование Это будет благословением Уверен для нас, уверен для вас Пусть Бог благословит вас Спасибо, что вы с Oasis Media Продолжение следует...